Каждые пять минут под землю уходит новая свеча. Так геологи называют секции бурового инструмента. С каждой свечой долото погружается на 25 метров. Сейчас мы нарастили очередную свечу для спуска инструмента на забой на глубину 2750 метров для дальнейшего углубления скважины. Порода залегает на глубине около 3 километров. Толщина, или на языке нефтяников, мощность полезного слоя в среднем лишь около 10 метров. В разных географических положениях будет разная мощность. В нашем случае это где-то от 2 до 50 метров. Это зависит от геологического строения месторождения. Это будет первая скважина Пальяновского месторождения, более известного у нефтяников как Баженовская свита. Разведанные запасы свыше 100 миллиардов тонн черного золота. Эта буровая рассчитана на 6 скважин в Баженовской свите. Уже в мае нефтяники планируют установить вторую вышку, с помощью которой пробурят еще 8 скважин. К этому доисторическому месторождению углеводородов. Затем, как бур приближается к нефтяносной породе на западе Сибири, внимательно следят в Санкт-Петербурге, в научно-техническом центре компании «Газпромнефть». Бурение переходит в горизонтальную плоскость, чтобы труба попала именно в достаточно тонкую нефтяную прослойку. Несмотря на то, что нефть действительно трудно извлекается, по качеству эта нефть практически идеальная. Это легкая и качественная нефть. Если говорить о себестоимости экономики, нам удалось реализовать полный цикл технологий по добыче сланцев из нефти из Баженовской свиты. То есть мы применили отечественные технологии, было использовано отечественное оборудование и работали отечественные подрядчики. Чтобы извлечь черное золото, камень будут дробить с помощью воды. Ее закачают на глубину под давлением до 500 атмосфер. И жидкость должна будет вытеснить нефть на поверхность. Возможно, что фонтаном, то есть скважина сама будет подавать нефть своей энергией с пласта. Если мировые цены на углеводороды будут сохраняться на текущем уровне, через пару лет высокотехнологичное Пальяновское месторождение может стать одним из лидирующих поставщиков нефти. Николай Васильев, Павел Костриков, Александр Феоктистов, Сергей Ищенко. Вести. Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.